книга открытым оком тема священство том 7 вопрос 1889 после того как человек стал священником или дьяконом или епископом но по каким-то причинам сам решил оставить священство то можно ли так сделать и быть за штатом без снятия сана отвечает игнатий тихонович лапкин таких охотников мало сегодня обычно за штат отправляет епископ за какие-то небогоугодные дела или за то что клирик осмелился обличить свое священноначалия о вот этот-то грех уж они не простят не все веки не в будущем или в связи с осознанием своей непригодности невозможности исполнять по канонам свои обязанности это встречается и в житиях житие святого совы память 5 декабря в то же время пришел в лавру и преподобный отец наш иоанн прозванный молчальником он был епископом в городе колонах но ради бога оставил свою епископию и скрыв свой сам трудился в лавре как простой инок житие святого тарасия память 25 февраля видя что он ничего не может сделать для торжества православия павел задумал оставить патриарший престол который занимал не более четырех лет заболев он тайна оставил патриаршие палаты и прибыл в монастырь святого флора где и восприял святую схему житие святого венедикта память 14 марта некий клирик аквинской церкви мучимый бесом по совету своего епископа констанция отправился по святым местам к мощам мучеников но святые мученики ему как недостойному не подали исцеление тогда он приведен был к угоднику божию венедикту и по молитвам его точно же получилось исцеление изгнав из клирика беса святой дал ему такую заповедь мясо не ешь не дерзай вступать и в священнический чин ибо в тот день когда ты решишься принять сан священство ты снова будешь предан беспощадному мучительству беса исцелевший клирик возвратившись домой долго хранил эти две заповеди святого отца он не ел мясо и не дерзал принимать сан священство но спустя много лет клирик сей видя как после умерших пресвятеров на их место вступали гораздо моложе его он счел это за бесчестье для себя и стал искать священнического сана и когда он был возведен во священника в тот же день по божию попущению на него напала лютый бес и беспощадно терзаясь его клирика умертвил его так исполнилось пророческое слово преподобного отца венедикта